Здравствуйте! С вами программа Крымли. В студии для вас работает Алексина Дорогань. Сегодня о таких событиях недели. Мифы процветания российского патриотизма в Крыму. Крымчане не знают, что за праздник День России. Премьера Медведева засыпали жалобами в соцсетях по итогам визита в Крым. Поклонская нарушает российский закон, пытаясь лишить лицензии адвоката Сотникова, защитник политузника Костенко о давлении. Маломерным судам Севастополя разрешили работать без российских лицензий до осени. Возле Кородага вновь пытаются открыть карьер по добыче щебня, угрожающей экологией региона. Долгожданное событие. Поздравляем коллег. АТР возобновил работу, теперь вещает с материка. День России Во второй раз в Крыму праздновали День России. Уже с гораздо меньшим размахом, чем в прошлом году. Поубавилось и количество людей на концертах. Интересно, что большинство россиян и опрошенные нами крымчане даже не знают, с чем именно связан этот праздник. Некоторые даже предполагают, что с Куликовской битвой. День России отметили в Крыму. Празднуют его уже второй год с момента аннексии полуострова Федерации. Эта дата связана с днем принятия декларации о государственном суверенитете России в июне 1990 года. На полуострове к празднику награждали ополченцев. 300 предателей народа Украины, помогавших России аннексировать Крым, получили медали от Министерства обороны Федерации. А вот самопровозглашенные руководители Крыма праздновать улетели в Москву. Поздравлять крымчан оставили замов. Заместитель главы оккупационного госсовета Константин Бахарев щедр на обещание процветания. Только когда они сводутся, не говорит. На этой самой площади мы с вами сказали, да так, что весь мир услышал, Крым вернулся домой. Завод мы с вами сделали очень много. Крым преображается на глазах. Улетевший к Путину Аксенов оставил крымчанам для убедительности послание с описанием тех самых преображений. За прошедший год серьезные позитивные изменения произошли в социальной сфере. Новый импульс развития получили судостроительная и химическая промышленность. Возрождается село, модернизируется транспортная инфраструктура. Успешно начался курортный сезон. В Крыму уже побывало 650 тысяч туристов. Крымчане демонстрируют всему миру свое единство – межнациональное и межконфессиональное согласие. Да, у нас не все идет гладко. Есть трудности, есть нерешенные пока проблемы, есть ошибки. Слова Аксенова красноречиво иллюстрируют пустые или полупустые крымские пляжи в разгар лета, вообще не работающие в многочисленные российские праздники. И выходные – больницы, очереди и талоны на прием к врачам на месяц вперед, умирающий Симферопольский вокзал и другие прелести аннексированного Крыма. Если крымский самозваный глава акцентировал внимание на мифических достижениях, то президент Путин в своих поздравлениях напирал на возросший патриотизм. Было положено начало кардинальным преобразованием в стране. Они коснулись всех сторон жизни – политического и общественного устройства, экономического и социального укладов. Мы знаем, насколько сложным и драматичным был путь этих радикальных перемен. Какая воля, терпение, умение, умение воспринимать новое потребовались всем гражданам страны на этом крутом историческом повороте. Интересно характеризует так называемый патриотизм свежий соцопрос Всероссийского центра изучения общественного мнения. Большая часть жителей страны даже не знает, с чем связано празднование Дня РФ. Затруднились ответить на этот вопрос 77% россиян. Название праздника – День России – правильно смогли вспомнить 39% опрошенных. Еще 25% назвали его Днем независимости России. Общую тенденцию подтверждает и журналистский блиц-опрос крымчан, проведенный накануне празднования. Не знаю почему. Ну что, такой День России, на такой праздник-то значили, чтобы все жители Российской Федерации, все граждане Российской Федерации отмечали. Я, честно говоря, не знаю. Абсолютно не в курсе, не задавалась этим вопросом. Ой, потому что была Куликовская битва. Ну, честно, трудно так сразу собраться. Вот. И победа. По данным соцопросов ЦИОМ, 30% российских респондентов не считают нужным проводить официальные торжества по случаю праздника. Но большинство гуля не хотело. А вот в Крыму желание явно поубавилось. На полуострове организовали концерты, но гораздо более скромные, чем год назад. Без звезд российской эстрады. И даже в Севастополе, считающемся эталоном российского патриотизма в Крыму, на площадь вышло не больше тысячи человек. Части местных жителей не хотелось идти на праздник из-за традиционных для РФ рамок с досмотрами. Как отметила одна жительница города в комментарии в соцсетях, психологически было неприятно чувствовать себя овцой, которая сама шла в стойло. Конец цитаты. А вот в видеоинтервью откровенное неодобрение слышать сложно. Мало кто не боится сказать то, что думает. Например, нашей группе о негативе решился сказать только переселенец из Горловки. В России, вы знаете, дома смотрели по телевизору. А с прошлого года, с прошлого дня России, вот за последний период, что изменилось в Крыму? Крым стал лучше, Симферополь, отношения, все хорошо. Вот, парки, дороги, все улучшилось. Нравится то, что ходят везде по городу, охраняют нас, вот это вот самое главное. Я вообще сам с Горловки, я не знаю, что изменилось. Ну, вроде бы стало все как и было, по моему мнению. Ничего нового такого не случилось. Тем более воду везде подключали, позакрывали каналы. Это только хуже стало, рыба везде поддыхала. Так что ничего нового такого не случилось, грандиозного. А сколько вы в Крыму? В Крыму? Уже где-то года полтора. Ну, уезжал в Украину, опять приезжал сюда. Еще одна тенденция – навязывание крымским татарам чужих для них праздников. В День России им предложили отдохнуть на Сабантуе. А он принадлежит к совсем другим национальным культурам – башкир и казанских татар. У них совершенно иные корни. Вот только привлечь много людей в Симферополе на Сабантуй не удалось. Пришло всего около 200 человек. На этой неделе на полуострове побывал российский премьер Дмитрий Медведев. МИД Украины выразил свой протест по поводу этого визита. А крымчане и россияне завалили Медведева жалобами на реальное положение дел в Крыму. Поскольку вживую доступа к премьеру не было, люди попытались достучаться до него в соцсетях. Под его фотографиями из Крыма в Инстаграм уже попал тысячи комментариев. Жалобы на выросшие цены, отсутствие туристов, прекращение работы банкоматов, низкие зарплаты. О том, что еще пытались донести крымчане и россияне до Медведева в нашем сюжете. Российского премьера засыпали жалобами в соцсетях во время его визита в Крым. Дмитрий Медведев прилетал на полуостров поговорить о развитии малого бизнеса и отпраздновать 90-летие Артека. Пока он выкладывал в Инстаграм фотографии красивого виноградника, видов Ялты и Артека, крымчане и россияне пытались достучаться до него со своими проблемами. Глава правительства РФ гулял по Крыму, а в его аккаунт постили вопросы, которые реально волнуют людей. Ура, красивый виноградник! Вот только, например, массандровский завод вин при новом директоре загибается. И это катастрофа такому стратегическому производителю. Только кто его будет обрабатывать, этот виноградник? Ленивые россияне или украинцы, которых не пустят в Крым? Жалуются Медведеву и на дороговизну авиабилетов в Крым. Напомним, еще в прошлом году российское правительство обещало россиянам и крымчанам дешевые перелеты. Однако найти такие билеты практически невозможно, утверждают люди. Глава правительства России, находясь на полуострове, заявил, что серьезнейшим фактором, который должен снизить дотационность полуострова, должно быть развитие именно малого бизнеса, а также профессиональная и добросовестная работа всех органов власти Крыма и Севастополя. Пользователи соцсетей отреагировали и на это. Хотя бы не мешали, о какой поддержке речь, с нас выжимают последние, а крупные организации замечательно живут. Малый бизнес нищий, я так вот вижу на сегодняшний день. Спасибо за внимание. Достали вы с Крымом, на Дальнем Востоке что-нибудь сделайте. Упрекнули Медведева и в чрезмерной любви к фотографиям. Дмитрий Анатольевич, может хватит уже фоткаться, займитесь делом, когда в стране порядок будет. Много нареканий на странице Медведева в Инстаграм, на неразвитую сеть банкоматов и неадекватные цены в Крыму. Сам же глава правительства, проведя несколько совещаний и встреч в Крыму, заявил, времена наступили тяжкие, но происходящие на полуострове процессы закономерны. Прямо скажем, сейчас не самые простые времена и ровно поэтому я предложил встретиться здесь, в Крыму. Крым вернулся в состав России больше года назад. На протяжении этого времени мы интегрируем полуостров в российскую жизнь. Все сферы его жизни, в свою очередь, интегрируем в правовую ткань. На вопросы крымчан в Инстаграм российский премьер так и не ответил. Сейчас на странице Медведева под фотографией из Крыма больше 400 комментариев. Все они красноречиво описывают реалии жизни на полуострове. Псевдопрокурор Поклонская требует лишить защитника евромайдановца Костенко адвокатского статуса. Российский адвокат Дмитрий Сотников утверждает, что Поклонская сама нарушает российские законы, поскольку прокуратура там не имеет права подавать подобные жалобы на адвокатов. Все обвинения в свой адрес он отвергает и сам обратился в ФСБ, чтобы выяснить, на каком основании этот орган ведет по его поводу оперативно-розыскную работу. Об обвинениях Поклонской и позиции Сотникова наш следующий сюжет. Давление на адвоката. Крымский прокурор Наталья Поклонская требует лишить адвокатского статуса Дмитрия Сотникова, представляющего в суде активиста Евромайдана крымчанина Александра Костенко. По мнению Поклонской, защитникам были допущены грубые нарушения требований Федерального законодательства и Кодекса профессиональной этики адвоката. Она заявляет, что Сотников на своей странице в социальной сети Facebook публикует якобы некорректные высказывания в адрес правоохранительных органов, прокурора республики, судей и других лиц. Сам адвокат утверждает, у Поклонской нет прав лишать его статуса. В перечне причин, по которым возможно возбуждение производства по лишению адвокатского статуса, объясняет Сотников, есть жалоба доверителя на своего представителя, представление суда, представление президента адвокатской палаты и представление органа, являющегося надзорным в области адвокатуры. Таким органом в России является Министерство юстиции. По законодательству России прокурор лишен права подавать жалобы и представления на адвокатов, поясняет для Натальи Поклонской Дмитрий Сотников. Также Крымская прокуратура обвиняет Сотникова в том, что он пронес на территорию Симферопольского СИЗО мобильный телефон, на который сфотографировал травмированного Александра Костенко. По словам Сотникова, в Симферопольском СИЗО его подзащитного посещали посторонние лица, которые никаких разрешений на визиты к нему не получали. Об этом адвокату рассказал сам Костенко. Возможно, предполагает защитник, именно эти неизвестные выложили снимки в интернет. Кроме того, Дмитрий Сотников сообщил, что 17 июня он направил жалобу директору ФСБ России. В ней он попросил провести служебную проверку в отношении крымских сотрудников ФСБ, которые, по утверждению политузника Костенко, избивали его и сломали Александру Руку в феврале этого года. В этой жалобе адвокат сообщил и о нарушении крымскими ФСБшниками его прав и свобод. Ведь сотрудники управления крымского ФСБ провели оперативно-розыскные мероприятия в отношении адвоката-евромайдановца, исследовав страницу Сотникова в Фейсбуке. Фактически, крымское ФСБ проводит над меня оперативно-розыскные мероприятия лишь на том основании, что я осуществляю свою адвокатскую деятельность. Напомним, активист Евромайдана Александр Костенко приговорен российским судом к четырем годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Над Костенко устроили политическое судилище, но обвинить смогли только в нанесении легких телесных повреждений сотруднику Беркута во время акции протеста прошлой зимой в Киеве и якобы хранение ствола нарезного оружия. И сегодня гость нашей студии Ивана Билич, юрист, инициатор, савтор отчета права человека на оккупированной территории на премьере Крыма. И его важной части пособия по защите прав человека для крымчан. Добрый день, Иванна. Добрый день. Наскільки я розумію, в цьому пособнику є дуже корисні речі для крымчан, це і законодавство, посилання на нього, і контакти на міжнародні, українські та російські правозахисні установи. Що ще конкретно є там для крымчан? Так, дякую. Звід складається дійсно, аналітичний звідопис складається з двох частин. Першої і довідника, який був перекладений на українську, кримсько-татарську та російські мови. І в якому ми намагаємося допомогти крымчанам в цьому правовому хаосі і вакуумі, який був створений через окупацію Російською Федерацією території України, зокрема, Кримського півострова. Що крымчани там для себе можуть знити? Вперше за все, в такій ситуації інформацію про те, що саме, які права в них є. І розуміння того, що в них є права. І також, які саме міжнародні документи, українські документи, а також документи окупаційної влади передбачають ці права. Можливо, вони не відразу будуть реалізовувати ці права, але саме відчуття того, що вони мають ці права, вони вже є першим кроком для реалізації своїх прав. Вони, звичайно, ми пропонуємо, є абсолютно різні ситуації і різні права, які також вимагають різних підходів. І крымчанам потрібно, звичайно, на свій суд робити рішення, що саме, як їм реалізовувати ці права, не піддавати, звичайно, своє життя небезпеці. Але наполягати, звичайно, на своїх правах, звертатися в міжнародні організації, писати. Можливо, навіть в багато організацій розсилати свої листи, свої запити. Також, звичайно, звертатися до української влади, оскільки вони залишаються українськими громадянами. І також звертатися до окупаційної влади, оскільки цього передбачає міжнародна процедура. І, звичайно, пробувати реалізувати свої права. Право на здоров'я, право на свободу слова, право на віросповідування, різні-різні права. Ну, наскільки я розумію, багато присвячено місця саме судовому захисту, так? Так, ми робимо загальний аналіз ситуації. Проходимо до висновку, що Російська Федерація порушила всі міжнародні норми і міжнародний устрій, який був створений після Другої світової війни. І абсолютно ця ситуація загрожує не тільки українській національної безпеці, європейській, але також це питання глобальної безпеки. І ми дивимося на цю ситуацію з різних питань. Ми дивимося на ці питання прав людини, першу, їх, звичайно, основу цінність, але також як на питання безпеки. І як це можна виправляти цю ситуацію. І ми пропонуємо, звичайно, ми розуміємо, що за останні два роки відбулися масивні порушення прав людей, які відбуваються кожного дня, зокрема в Криму. Але починаючи від Майдану, те, що відбувається в Криму, і, очевидно, те, що відбувається на Східній Україні. І ми пропонуємо вирішення цих, такий інший підхід. Ми пропонуємо, замість дивитися, де можна піти в ГАГу, яка має дуже, Міжнародний кримінальний суд має дуже обмежену юрисдикцію, і під яку, напевно, підпадали б тільки обмежені найвищі посадові особи, такі як Путін, Володимир, напевно, керівники ЛНР і ДНР, терористичних організацій. Але було б багато інших також правопорушників, для яких, щоб притягнути їх до відповідальності, потрібен суд, спеціальний суд, спеціальний юрисдикці, наприклад, Діл Івана. Которий ви пропонуєте створити, хто має проявити ініціативу по його створенню? Україна, так, я наскільки зрозумію? Очевидно, тому що це, перш за все, ці проблеми, це питання проблеми українського суспільства, в першу чергу. І, звичайно, Україна повинна виступити з такою ініціативою. Тому ми в своїх рекомендаціях, яких є близько 60, заклали такий логічний трикутник, де ми рекомендуємо Україні ініціювати створення такого суду. Це був спеціальний суд, де б використовувалося українське законодавство, але міжнародними суддями. І через наданий мандат ООН. І, очевидно, також ми заохочуємо, рекомендуємо міжнародній спільноті підтримати Україну в цій ініціативі. Оскільки є також громадянське суспільство вимагати створення такого суду. І чому? Тому що суспільство потребує справедливості. Багато було завдано кривди, і багато завдається кривди. І це потрібно вирівняти, це становище. Винні повинні бути покарані, притягнені до відповідальності. Сім'ї повинні отримати відповіді, люди потерпілі повинні отримати відповіді, суспільство повинно отримати відповіді. Більше того, міжнародна спільнота повинна отримати відповіді. Європейська спільнота повинна отримати відповіді. Дякую вам, пану Івану. Дякую. У нас в ефірі була з нами Іван Абилович, юрист, іниціатор і савтор звіту права людини на оккупованій території на прикладі Криму. Європейська спільнота повинна відповіді. На цій неді в Києві. Хорошія новість для маломерного флота Севастополя. Йому разрешили работать пока без лицензій. Уже полмесяця прогулочные ялы в Росії вне закона. В Федерации вони должны работать на одинакових условіях с крупними пассажирскими катерами і паромами. А це нереально по деньгам і по требованням к експлуатации. Російську Федерацию просит разработати временне упрощенне положення по регулированию маломерного судоходства. Севастопольським маломерным судам все-таки разрешили пассажирские перевозки без лицензій. Но до конца лета. Напомним, с 1 июня работать им запретили, хотя предприниматели уже оплатили патенты за перевозки в бюджет Севастополя, рассчитались за проверки і перерегистрації. Дело в том, що в законах РФ нет такого статуса, як маломерное судно. Їх владельцы должны оформлять документы по такой же схеме, что и пароходы, паромы, лайнеры. С такими же затратами. Сейчас в Севастополі такая лицензия есть всего у одной компании – Севастопольские транспортные системы. Она эксплуатирует паромы. Мореходы винят в создавшейся ситуации местную власть. Сложності в тому, що власти наші доложили об окончании переходного периода. Фактически он не був даже завершен наполовину. Лицензию ми можемо получить. Но нас приравняли к лайнерам, которые вмещают 10-15 тысяч. Вчера Медведев чётко сказал, что можно работать. Все документы будут приведены в порядок. Целый ряд есть специфических проблем, включая, например, лицензирование морских и внутренних водных перевозок. В Крымском округе, как известно, большинство маломерных судов вообще не лицензированы в соответствии с законодательством России. Это проблема. Её нужно решать. Конечно, имею в виду и безопасность пассажиров, но в то же время не парализуя транспортные сообщения, не парализуя туристический бизнес. У предпринимателя Виктора Бычкова 8 катеров. В этом же бизнесе работают и сыновья. Он верит, что вскоре процесс получения лицензии будет снова таким же, как в Украине. Его коллега Виталий Михайлов в завтрашнем дне не так уверен. Мы хотим работать. Мы хотим работать официально. Большинство из нас оформили, взяли патенты. Патент на перевозку людей. Но вопрос лицензии, он действительно у нас очень больной. Он открытый. Опять же, по слухам. По слухам до 1 сентября. Официального подтверждения нет. Для семьи Виталия Михайлова катер – это основной хлеб. У меня двое детей. У меня жена получает 9200 рублей в месяц. И на эти деньги фактически прожить невозможно. У нас цены московские. На продукты, коммунальные услуги. То-то-то. Я работаю исключительно. Я живу своим катером. Стоянка очень дорогая. И если я не смогу работать после 1 сентября, у меня очень радужные будут перспективы. Как минимум на сих. Отдыхающие в восторге от морских прогулок. Полчаса – полторы тысячи рублей. Скидок для детей нет. Но эмоции самые положительные. Впечатлительно. Слов нет. Эмоции переклюстят. Добрый день. Скажите, должен быть такой вид отдыха для туристов? Да. Как впечатление? Отвечательно. Как люди? Есть вообще? Как интерес? Конечно. Есть. Ко всем. У всех есть люди. Моряки говорят, есть еще одна беда – права, которые не дают права на морской извоз пассажиров. Только членов семей. При том, чтобы получить права, люди сдавали экзамены и платили. За извоз их пока не штрафуют. Но, как считает севастополец Владимир Гордечук, местные власти только на это и способны. Я вам хочу сказать, у нас все хорошо, но кроме градоначальника. Пусть меня ругают, пусть меня это… А с катерами как ситуация? А никак. Никак. Права на вас? Никак. Вообще никак. Никто не хочет заниматься. Раз, что нет у меня с собой прав, я бы показал вам права на управление маломерным судом. Таких прав. Вообще эксклюзив. Вот только в Севастополе. Больше нигде нет. Вот. Честно, без права коммерческой деятельности. В Севастополе около 350 владельцев маломерных судов. Предприниматели говорят, что вопрос лицензирования катеров так или иначе касается каждого десятого жителя Севастополя. Город решает проблему по-своему. Нас губернатор хочет просто закрыть город, сделать его военным, но чтобы сюда никто, не дай бог, ездил бы. Чтобы у него голова не болела по этому поводу. Российские чиновники, напротив, рассчитывают на инициативу и расторопность крымских. В Крыму есть соответствующие органы, которые могут зарегистрировать маломерные суда. Кроме морского регистра, эти полномочия даны Севастополю и уполномоченному органу Совету министров Крыма. Российский премьер поручил соответствующим министерствам разработать поправки в федеральный закон для изменения требований к лицензированию маломерных судов. Иначе бизнес либо погибнет на корню, либо уйдет в тень. Те, кто должен защищать природу, наоборот, пытаются ее уничтожить. Так называемое Министерство экологии и ресурсов Крыма лоббирует интересы добывающей компании. ООО «Стройпрогресс» делает вторую попытку начать разработку карьера возле Карадагского заповедника. А это грозит экологической катастрофой всему региону. Два года назад усилиями общественности и экологов эту варварскую попытку удалось пресечь. Вот теперь у фирмы нашелся новый защитник. Начать добычу щебня возле Карадага вновь пытаются в Крыму. Вторую попытку разработать карьер поддерживает так называемое Министерство экологии и ресурсов Крыма. Напомним, по заключению специалистов, добыча андезитового щебня всего в 400 метрах от Карадагского природного заповедника грозит регионно-экологической катастрофой. Два года назад попытка разработки карьера вызвала бурю протестов общественников Коктебеля и экологов Крыма. И Совмин автономии отменил разрешительные документы ООО «Стройпрогресс» на эти работы. Это техника, это пыль, это шум страшный, это взрывы. Погибнут сразу все наши родники, колодцы у кого есть. Это будет последний капли. Если сделают карьер бессмысленный, кто-то там срубит какие-то копейки, а Коктебель, как историческое место, умрет окончательно. Сейчас же министр экологии и ресурсов Геннадий Нараев цинично заявляет, что дешевое сырье важнее экологической безопасности. Против разработки карьера общественная палата Крыма, но Нараев назвал их позицию пиаром, сообщает сайт «Новости Крыма». И вообще, мол, карьер не входит в границы заповедника и оценка воздействия на окружающую среду будет дана потом в рамках экологической экспертизы. С одной стороны, мы понимаем, что Крым должен быть экологически чистым, безопасным. В то же время стоит задача сделать Крым самодостаточным. А без развития минеральной сырьевой базы мы понимаем, что Крым самодостаточным не будет. Сегодня общественный резонанс можно вызвать тем, что строительные материалы, которые могут быть добыты на территории Крыма, и стоить в разы дешевле, чем привозные. А усилия общественности направлены на то, чтобы запретить разработку всех карьеров. Так можно дойти до того, что Крым будет чистым, воздух будет чистым, но развивать Крым мы не сможем. С какой стороны будет больше резонанса? Но экономический эффект не сравним с уроном природе. Это еще два года назад доказали лучшие специалисты Крыма и Украины. Взрывные работы очень быстро нанесут фатальный вред здоровью людей из-за выбросов, карадагским породам, развитию курорта, растительному и животному миру. Сотрудники заповедника были в шоке. На Карадаге впервые за сто лет начали вить гнезда краснокнижные белоголовые сипы, которых на полуострове всего несколько десятков. Ученые негодовали, как можно ставить под угрозу весь регион из-за сиюминутных выгод. Не внемляя и не учитывая тот вал, буквально шквал протестов и недоумений со стороны интеллигенции, ученых и так далее, как можно такое допустить? Ну буквально в зоне, ну там что такое 300 метров до границы заповедника? Это, я считаю, национальная будет трагедия, если это случится. Мы просто уничтожим этот уникум и нам никто спасибо не скажет. Завершившаяся была борьба за экологическую безопасность региона начинается вновь. Как сообщает сайт новости Крыма, общественная палата полуострова обратилась в ФСБ с просьбой проверить разрешительные документы о острой прогресс, который снова активно собирает бумаги для разработки карьера. В фирме ссылаются на распоряжение правительства Крыма, отмененное еще два года назад. Общественники заявляют, что ФСБ проверкой уже занялось. АТР возвращается. Долгожданное для многих крымчан событие. Трансляция канала возобновлена. Теперь редакция работает в Киеве. А вот оккупационные власти уже пытаются угрожать каналу российским законодательством. Символично, что второе рождение АТР произошло накануне священного для мусульман месяца Рамазан. Поздравляем всех крымских татар с двойным праздником. Единственный в мире крымско-татарский телеканал АТР возобновил вещание на материковой Украине. Теперь его редакция располагается в Киеве. Вещание на трех языках – крымско-татарском, русском и украинском – осуществляется через спутники интернет со вчерашнего дня. Возобновление вещания телеканала АТР стало очень серьезным тестом для Украины. В очень сложное время мы прошли этот тест на свободу слова. Мы можем говорить о том, что независимые крымские СМИ наконец-то на территории Крыма возвращают свои позиции. И спрос на информацию со стороны крымчан, со стороны крымцев, наконец, будет удовлетворен в значительно большем объеме, чем это было возможно до настоящего времени. Напомним, вещание АТР прекратилось 1 апреля, поскольку телеканал таки не смог получить лицензию на вещание по российским законам. Через два месяца после полной остановки вещания часть журналистов, которых оккупационные власти Крыма лишили возможности работать на полуострове, переехали в столицу и готовят программы для своей аудитории на родном языке здесь. Сколько их собственники канала не разглашают в целях безопасности. Те же, кто остается на полуострове, официально находятся в отпуске и к киевской редакции отношений не имеют, утверждает владелец АТР. Отдаем себе отчет той опасности, которая их может ожидать. Поэтому и там, и здесь генеральный директор телеканала я. Поэтому никаких вот таких вот, мы не ждем таких проблем. Мало того, сейчас месяц Рамадан, мы надеемся, что в этот месяц Рамадан вообще все плохие люди, они как бы окованы сетью определенной, поэтому будем надеяться, что все-таки сейчас, сейчас в этот месяц Рамадан мы спокойно все это пройдем, а дальше жизнь покажет. По словам собственников АТР, телеканал не изменит своего формата и редакционной политики. Коллектив постарается сохранить максимальное количество программ, которые производились на телекомпании до прекращения вещания и таким образом обеспечить культурные, языковые и другие права своих соотечественников на материковой части Украины и в оккупированном Крыму. При этом собственник телеканала обещает сохранить его независимость от украинской власти и крымских оккупантов, в том числе несмотря на бизнес, который остается у Ленура Ислямова в России и Крыму. Я не хочу здесь брызгать героизмом каким-то и там что-то еще, потому что здесь очень все мостаки отсюда как бы с материковой части все быть героями, но у каждого есть своя позиция. Вот по этой позиции, если я по национальности крымский татарин, по позиции, которая сейчас происходит с нашим народом, я украинец. Поэтому этим все сказано. Главной целью телеканал ставит развитие крымско-татарских языка, культуры и других сфер в условиях фактической депортации соотечественников из Крыма. На данный момент смотреть телеканал АТР можно по всей Украине и в Европе. В Крыму же его эфир доступен лишь тем, у кого имеются спутниковые антенны или интернет. Еще раз от всего сердца хочу поздравить коллег с АТР и выразить огромную благодарность за их гражданскую позицию. Ну а у меня на сегодня все. Вы смотрели программу Крымлиф, программу о том, как живут украинцы на оккупированном России и Кураинском полуострове. В студии для вас работала Алексина Дорогань. Встретимся через неделю.